Энерготерапевт Просто не звоночек, это пам-барам-пам-пам Всем доброго времени суток Меня зовут Дмитрий Целищев И я в моменте Сегодня очень близкая мне тема У меня в гостях Олеся Цуканова Олеся Цуканова Энерготерапевт, ювелир души Квантовый психолог Работает с подсознанием, душой, родовыми программами Автор курса «Познавай грани себя» Помогает людям соединиться с собственной силой Изменить внутреннее состояние Наладить отношения в семье Найти свое призвание Освободиться от ложного восприятия себя и мира Олеся уверена, меняя свое сознание Меняется наша реальность Расскажите в двух словах Энерготерапевт это кто? Дело в том, что Все, что с нами происходит В жизни Оно связано с нашим внутренним миром И энерготерапия Это работа с нашим внутренним миром С нашим подсознанием А так как тело это и равно подсознание То работа с нашим подсознанием Мы раскрываем блоки в теле То, что нам мешает проявляться в этот мир То, насколько нам бы хотелось Показать миру Для чего мы здесь Почему и как Глубже себя понять Ярче себя понять Осознать, для чего мы здесь Вот и энерготерапия В этом очень сильно помогает Ну и вместе с тем Вы раскрыли еще и ответ на вопрос Кто такой ювелир души Как раз таки все Об том же Я постоянно слышу или читаю Или где-то натыкаюсь на фразу Наша реальность – это отражение стратегий Нашего поведения Прошлого опыта и убеждений Все во мне Ничего извне Очень как-то викиевато Виртуозная игра Виртуозная игра слов Что это все значит Дело в том, что Если говорить о том, что Наша реальность – это отражение стратегии Нашего поведения Она в первую очередь в том состоит, что Мы являемся, скажем так, в наш мозг Жестким диском наших родословных Мамины родословные, папины родословные И мы не всегда осознаем Действуем мы по прописанному сценарию Или мы действуем из позывов и посылов нашей души И когда, скажем так, есть такое слово, как лояльность Повторение То есть моя мама, например, жила с папой Много там чего терпела Я буду жить, и мои дети будут жить То же самое касается любой абсолютно сферы Мама работала на заводе, папа работал, и я буду Когда со мной это происходит И мне это не нравится И я это осознаю, это все здорово Когда мне нравится в том, что я живу Но когда получается ситуация, что я не в согласии с реальностью Но я повторяю одни и те же действия родителей И я не понимаю, что случилось со мной Я иду к терапевту Я иду к человеку, который хочет, поможет мне с этим разобраться Отражение стратегии нашего поведения, оно в том и состоит Что то, что внутри в нас записано, то и снаружи проявляется То есть я могу, предположим, у меня может быть сопротивление работать на заводе Но я все равно иду и работаю Да, потому что... И ноги сами ведут, трудоустраиваться как-то Либо какие-то другие линии поведения Либо терплю какое-то бытовое насилие Либо притягиваю к себе какие-то, ну, такие абьюзивные отношения Нам очень важно поддерживать отношения с нашей родословной Принадлежать ей То есть для того, чтобы папа с мамой нами гордились Бабушки, дедушками, чтобы нами гордились Мы будем повторять то, что делают они Работы там, где они работали Для того, чтобы поддерживать статус своей родословной Мы все, например, работаем на заводе Либо мы все работаем врачами Но человек иногда не осознает Осознанно он хочет, он сам этого или нет И только внутреннее сопротивление, что он начинает быть раздражительным Он не хочет идти на работу, на ту, в которой он находится Вот именно эти позывы внутренние Они могут показать, что он находится не на своем месте Для того, чтобы выйти из этого сценария Нужна не только смелость, но и осознание того А чего же хочу на самом деле я Все, что вы рассказываете, я правильно понимаю Это такая родовая программа Родовой код, да, поведение Который может, вот на сколько поколений влияет Вообще на все? Ну, по сути на все Но сильно, больше всего у нас влияет третье, четвертое поколение Бабушки, дедушки второе поколение Ну, считается, что до седьмого Но на самом деле, кто из родственников в нашем поведении проявится Ну, это такой сюрприз, наверное, небольшой Как можно узнать, кто на меня влияет? Кто из моего рода? Из моей, ну, такой родовой программы? И надо ли это узнавать? С одной стороны, это нужно всегда Потому что, во-первых, это благодарность роду Весь опыт, который был у родословной Он сейчас во мне И я благодаря этому опыту здесь и сейчас нахожусь В том состоянии, в котором я нахожусь Имею то, что я есть Они когда-то умирали за то И за свои убеждения, за свои ценности За свои какие-то мечты Для того, чтобы у меня сегодня здесь было то, что у меня есть Чтобы я жила безбедно Чтобы у меня дети были здоровы, счастливы Вот такие вот моменты Для чего узнавать, какие были опыты у моей родословной Для того, чтобы понять, а что у меня лучше всего может тоже получиться Потому что, если это у родословной хорошо получалось, красиво, здорово То у меня это тоже проявится Но опять-таки, если говорить, например, о таком таланте Как делать прекрасно что-то руками Кто-то был плотником, кто-то был столером Кто-то вырезал из дерева Но это не значит, что я тоже буду этим же заниматься Но мои руки, они созданы для того, чтобы шедеврально что-то творить И узнавая это, я могу раскрывать этот талант себе Если говорить о том, от чего бы нам хотелось избавиться То когда-то этот опыт нашей родословной помог выжить Когда-то этот опыт он создавал и творил Вот люди, которые были в нашей родословной, в нашей предке Они с помощью него выживали А сегодня это нам мешает Ну вот что, какой опыт предков, который им когда-то помогал Сегодня, ну, основной массе, ну, мне, предположим, мешает Если, например, когда-то было раскулачивание Да, у предков Ну, это у любого, наверное, из нас родословно это было То здесь и сейчас человек, находясь в этой мере, в этом состоянии В этих годах, имеется в виду, в 2023 году Он все равно будет бояться потерять Он все равно будет стараться где-то накопить Где-то что-то спрятать, где-то еще что-то То есть не когда он получает деньги Он мог бы во что-то прекрасное вложить Как-то реализоваться, реализовать проекты прекрасные Получать вновь прибыль То есть деньги бы эти работали Он их прячет, он их складирует, он ими не пользуется И это негативно сказывается на нем То есть не то, что негативно, это не в плюс человеку просто Соответственно, когда он понимает, что Когда-то у меня были в родословной предки мои Которых раскулачили Но мне не обязательно чувствовать их чувства Мне не обязательно проживать их опыт Мне не нужно копить, быть куркулем Просто можно освободиться от программы То есть поблагодарить за то, что когда-то Это было в моем роду Благодаря этому я жив, я здоров Я умею накапливать, это плюс И соответственно, когда я умею накапливать Я могу согласен быть с тем, что было в том опыте Я могу прекрасно себя чувствовать Не боясь чего-то потерять А прекрасно идти в будущее свое, в настоящее И вкладывать эти деньги Не знаю, какие-то подарки прекрасные дарить Получать эмоции Тратить их на реализацию себя Про отношения Если брать отношения Сейчас у нас очень сложно, наверное, с этим моментом Либо, как-то, знаете, такая Двубокость, наверное Либо терпят до последнего Либо сразу же уходят Ну, то есть разводов очень много И получается, что... А где найти эту золотую середину? Это работа Это кропотливая ежедневная работа Каждого из тех, кто вступил в отношения С утра до поздней ночи Пока мы не легли спать Потому что, когда я психую на другого человека На любимого мужчину Когда я не согласен с тем, что он говорит Когда я могу позволить себе Какие-то слова неприятные в его адрес Унижение его, оскорбление, непринятие Это легко очень сделать на самом деле Очень легко оскорбить человека Очень легко послать его Сказать, да, иди ты со своими установками Ты на скиты разбросал Еще какие-то моменты сделал А когда сесть, поговорить, осознать А почему он так делает Это ведь работа определенная Поговорить А сейчас люди не разговаривают Они хлопают дверь и уходят Очень трудно разобрать Это манипуляция, да Или открытый разговор Почему так все трудно в конце концов Почему просто не встретиться Не любить друг друга И не быть счастливыми Почему это невозможно Ну это только Я решаю, возможно это или нет Это вы решаете, возможно это или нет Я вообще за Я за легкость во всем Это прекрасно у вас Чувствуется у вас Легкая очень энергоструктура Поэтому вопрос Легко или просто Как сказал мне Алексей однажды Это решаешь ты Расскажу о себе Потому что многие мне спрашивают Ты энерготерапевт А у тебя хорошие отношения? У тебя есть муж? У тебя есть дети? Да, у меня есть муж У меня есть дети Вот И поэтому Когда мы только начали с ним жить вместе Он первые дни Он так Если обидится, он молчит Я говорю Денис, так Если мы начинаем с этого отношения Мы можем просто сразу встать Выйти и уйти Это не отношения Либо мы разговариваем Либо мы расходимся Это было мое четкое внутреннее намерение Я со мной разговаривать Либо считать меня пустым местом Я кто? Понимаете? Это ваше внутреннее самоценность себя Это внутренний ваш стержень Позволяете ли вы себе Самому с собой так обращаться Чтобы люди с вами так обращались Другие Если я это не позволяю Со мной так не обращаются И тогда мы начали разговаривать А вот родовая программа Вы сказали Предположим, ваша мама Изменила отношения Там это было, скорее всего, непросто Весьма непросто Проработала в себе это каким-то образом Еще, если тогда были какие-то практики Или не было То есть она осознанно Как-то максимально подошла к этому вопросу И сделала Передала вам А возможно ли такое, что ваши дети Вот к ним этот родовой сигнал Который там про бабушки, про дедушки Которые тоже не разговаривали Вот так вот шлеп И внезапно они замкнулись Может проявиться все, что угодно Но для этого мы и есть Чтобы передавать детям свой опыт Не только хороший Но и не очень Если мы с детьми разговариваем И разговариваем о том Как было у бабушки с дедушкой Как было у прабабушки, прадедушки Так мы же с чего начали-то Как раз таки Когда я имею отрицание к работе на заводе Либо отрицание какой-то модели поведения Абьюзерской, либо агрессивной Я тоже вроде понимаю, что надо бы поговорить Но я не могу У меня внутреннее сопротивление У меня пропадают слова в голове И возникает какая-то обида Вместо того, чтобы ее рассказать А вроде вот вы мне и говорите Я как раз таки хочу перейти Как с этим работать Как работать с тем, что я знаю, что у меня есть эта программа Я чувствую, что я не могу так быть Но если говорить на нашем обычном человеческом языке То есть какое-то во мне чувство Которое меня разъедает Я не понимаю, как с этим жить Но я понимаю, что меня это очень сильно не устраивает Мы тогда вспоминаем, что Я задаю себе вопросы А что меня не устраивает Это как раз таки те самые маркеры Да Которые, какие они есть Это, например, когда мы выбираем чувствовать То осознавать Не просто взять и осознать Это уже результат А осознавание того, что я чувствую сейчас И я могу себе задать вопрос А почему мне, что мне доставляет сейчас неудобства Либо это звук Либо это поход на работу Может быть я встаю И меня уже бесит То, что мне нужно идти на эту работу Это просто не звоночек Это пам-барам-пам-пам Это гром Когда уже тело не готово И не согласно даже идти и встать на работу А как это не только осознать Потому что мысль она такая Как вот эти триггеры отследить Ну это же триггеры, да Это чувствование себя Это позволит себе чувствовать В тот или иной момент Вы с радостью встаете на работу Или это вас бесит Вы с радостью подходите Обнимаете любимого человека Или это доставляет невероятный труд Это противно его подойти и обнять Потому что он как будто бы вас обидел только что Ведь это все и есть наше чувствование Мы хотим получить извне ответы на наши вопросы Все во мне, ничего вовне С чего мы начали Но все вопросы внутри нас Почему меня бесит, когда я встаю на работу Почему я раздражаюсь на окружающих Что меня выводит из себя Почему я взрываюсь ежесекундно И чувствуем ответы внутри себя Это внутренний диалог с собой Научиться в этом можете помочь вы Если простым языком, что я делаю Я настраиваю тонко тело человека Его душу, тело и дух Я настраиваю его едино Для того, чтобы человек смог полноценно раскрыться И реализовать свой потенциал Научить почувствовать свою душу Научить почувствовать отклики своего тела Жить в гармонии с собой Не ходить по миллиардам килотонн специалистов Не тратить на это годы, десятилетия, поколения А здесь и сейчас за 3, 5, 7 встреч Научиться слышать свое тело Научиться слышать свою душу Жить в согласии с собой Не в разъединенности А просто кайфовать И классно жить в этом мире и проявляться За счет чего? Какие методы? Чем мы работаем? Мы работаем с метафорическими и ассоциативными картами Я работаю через игру Причина во мне называется 5D 5D это в плане пятимерное пространство Не когда мы в прошлое, настоящее, будущее Мы вот в этом трехмерном пространстве живем А когда мы из миллиардных количеств возможностей Мы можем настроить свой мозг То есть наш приемник На ту чистоту, на ту волну Которую мы хотим притянуть в свою жизнь Все знают, что мозг, он воссоздает ту реальность Которую мы себе в голове сделали, сотворили Если мы о чем-то думаем Мозг говорит, да, слушаю, повинуюсь И он воссоздает нам эту реальность Чтобы не думать о том, чего мы не хотим А думать о том, чего мы хотим Это просто нам нужно настроить свой приемник На то, чего нам нужно в жизни Кто для вас, кстати, человек, который к вам пришел Клиент, пациент, друг, как вы можете назвать Ну, кто к вам обращается? Я не врач Я могу Ну, энерготерапевт Да Терапия Терапия, вы знаете, как раньше было Терапия, что такое было? Это к мудрецу пришел человек, которому нужна помощь Они либо в бане, либо за чашечкой чая Травяного Они решали по душам вопросы Я передаю свою мудрость тебе А ты в благодарность мне можешь принести Какие-то блага свои Это финансовые блага Это какие-то возможности свои Это ну все, что угодно Это обмен энергиями Я дарю тебе свою мудрость А ты мне даришь то, что в благодарность Хотела бы подарить мне Понимаете? И здесь терапия, она заключается не только в том Что она на финансовый поток поставлена Нет такого, что я 100 тысяч беру за свою работу Нет, если человеку нужна моя помощь И у него нет финансового подкрепления Но он может мне какими-то другими благами поблагодарить Своим отзывом Когда он говорит другим людям про меня Это благодарность? Это благодарность Кто он для меня? Я для него являюсь кем? Человек, который ко мне пришел Не он для меня кем является А я для него являюсь кем? Человеком, который может ему помочь Разобраться в том, что у него накопилось всего болью Иногда достаточно просто одной встречи Для того, чтобы настроить человека Переопылиться на мое внутреннее состояние И чтобы он пошел счастливый И осознал, блин, вообще реально Это было так круто В том плане, что это было так легко И он пошел счастливый Настраивать свою жизнь дальше Понимаете? Но с какими тревогами, как правило, обращаются? С абсолютно разными Понимаете? Человек может прийти и сказать Олеся, я ненавижу своего мужа Я не хочу с ним секса Я не хочу, чтобы он ко мне прикасался Я ненавижу своих детей Я понимаю, что вот говорит, 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 говорит человек И все это пустое И приходит какая-то картинка Какое-то слово для него Энергия падает на какое-то одно малейшее И, но, за И для него раскрывается целый мир Как через проводника, через меня Я говорю, послушай, а что вот у тебя было во столько-то лет? Вот мама то-то сказала Либо это была бабушка Картинка конкретно идет для этого человека Он говорит, что это вообще здесь при чем? Я говорю, давай абстрагируемся от того, что сейчас рассказал Вот это сейчас пришла информация Что было? Я говорю, ну вот, ну меня в угол поставили Ну мне то-то сделали Мне руки там по рукам побили Когда я опознавала свое тело, например И сейчас человек не может, чтобы к нему прикасались Понимаете? Не хочет, чтобы к нему дети прикасались Он за ручку с детьми не ходит Не хочет, чтобы муж к нему прикасался К женщине Потому что ей это противно А картинка только одна всплыла Мы поработали с ней Поменяли отношения Получили согласие с тем, как оно было Рассмотрели эту ситуацию голографически Поблагодарили эту ситуацию За то, что здесь и сейчас Она может этот опыт придать своим детям За то, что она может мужа совсем по-другому увидеть Не увидеть в нем папу, маму, бабушку, дедушку Машки, Дюкины, сестры, мужика, брата, бабу А увидеть конкретно эту личность Мужчину, мужа Прекрасного человека перед собой То, какое он есть на самом деле А не те личности, которые на него навесило Очень часто просто ко мне сейчас обращаются девчонки Когда нет позволения, чтобы муж прикасался То есть это вопрос не просто отношений Это вопрос, когда нет близости между супругами А когда нет близости между супругами Я не могу показать своим детям Что отношения это прекрасно Что над отношениями нужно работать Поэтому, когда мы разбираем эти вопросы Почему мне противно, когда ко мне прикасаются Разбираем эти вопросы Папа бил, мама била Там еще какие-то моменты неприятные Это, возможно, даже может быть не с этой жизнью связано Это связано не с моей жизнью Я видела, когда маму или папу били Понимаете? Мама била папу, папа бил маму Всякие отношения разные бывают И когда мы эти вопросы разбираем Женщина приходит в семью В совершенно другом состоянии В совершенно другом внутреннем Мировосприятии к себе Налаживается интимная жизнь Налаживается интимная жизнь Налаживается прекрасное проявление себя в этот мир Как у женщины, так и у мужчины Еще одним человеком становится счастливым больше Для того, чтобы осознать, что со мной происходит Этому всему помогут мои чувства Мое чувство не себя Если мне приносит радость то, что я делаю Я это делаю Если не приносит мне радость то, что я делаю Я задаю себе вопрос Почему я сейчас чувствую себя несчастным? Когда я себя чувствую несчастным Мне важно в этом разобраться Если я сам не могу разобраться Мне нужно найти человека, который мне в этом поможет Когда ко мне девчонки приходят Девочки, мальчики, мужчины И это не важно Когда человек ко мне приходит Я помогаю ему найти корень Суть проблемы, ситуации С которой он ко мне пришел Чтобы и рассматривая ее за один даже раз Мы рассматриваем весьма голографично Не нужно ходить никому годами и десятилетиями Нужно просто найти человека Который поможет тебе разобраться в этой ситуации Здесь и сейчас за 3-5-7 сеансов Сколько тебе понадобится Три основных действия Первое – это всегда быть внутри себя И осознавать А что я сейчас чувствую А огромное количество людей это не могут сделать Они не могут понять А что я сейчас чувствую А что со мной внутри происходит Происходит полный раздрайв И это уже плюс, минус большой Когда я не могу даже совладать с собой И сказать, а что я сейчас чувствую Я сейчас ничего не чувствую Нормально мне, ненормально Я сейчас ничего не чувствую У меня все хорошо И когда человек отвечает себе на вопрос Я сейчас ничего не чувствую Надо сходить Сходить и разобраться Почему я сейчас ничего не чувствую Почему я стал бесчувственным Невозможно жить в этом прекрасном, изобильном мире И ничего не чувствовать Для того, чтобы чувствовать краски мира Прикосновение детей, взгляд любимого человека, для того, чтобы относиться к тому, что есть здесь и сейчас, не с воспалённым сердцем и с воспалённым сознанием, а с радостью и благодарностью, нужно поработать над собой. А поработать над собой не нужно на это 500 лет. Нужно 2-3-5 раз поработать с человеком, настроить свой мир, тонко настроить и классно идти дальше. Это прочувствование. Второе — это осознанно слышать. Не просто слышать то, что вам говорят, а слушать и слышать то, что вам говорят. Иногда это мешает слышать правду страхи, иногда мешает слышать правду убеждения, иногда нам мешает вообще что-то слышать от мира. Мы в такой степени в своей мешалке живём, что мы даже не хотим слышать то, что нам подсказывает мир, направляет нас куда, потому что мы живём в голове. Когда мы закрываем глаза, делаем вдох через нос, выдох через рот, опускаемся в поле сердца и спрашиваем себя, а чего действительно я хочу, а что действительно мне сейчас в чём разобраться, ответ тут же поступит. Вот вы можете дома один на один с собой остаться в студии и задать себе этот вопрос, и вам тут же вопрос, ответ придёт изнутри себя. Первая мысль, причём, которая возникла, она и есть ответ. Да, согласны вы с ней, не согласны, это уже ваш момент. Но когда вы ответ тут же получите, вы прочувствуете всю глубину фразы «всё во мне, ничего вовне», потому что это так и есть. Мы к другим людям приходим, чтобы к себе разобраться. Ко мне приходят, чтобы в себе разобраться, чтобы научиться себя слушать. Чтобы себя послушать в том числе, да. Но есть же такое ещё выражение, не знаю, насколько оно подходит в данном контексте. Мы больны настолько, насколько не высказались. Ну такая ещё история. Да, это прекрасно. И третья позиция. Что посоветуете для того, чтобы жить в ладу с самим собой? Я хочу затронуть такой момент, как долженствование. Что? Долженствование. Долженствование? Да. То есть мы говорим, человек должен родителям, родителям, там ещё кому-то. Это третий совет, да? Единственное, что человек должен, это быть счастливым. Научиться быть счастливым. Научить детей быть счастливыми. Чтобы дети детей научили быть счастливыми своим внутренним состоянием. Научиться жить в согласии с самим собой. Когда я научусь, как сказано в Библии, спаси себя и спасутся тысячи. Захотеть. Захотеть. Взять и научиться жить в согласии с собой. И вот это самый важный фактор. Если я хочу этого, то весь мир для меня притянется и даст мне то, чего я хочу. Знаете, я за время нашей беседы стал всё-таки немножко счастливее. Спасибо вам за это. Я благодарю вас.